Война рано или поздно закончится, и Россия после нее изменится до неузнаваемости. Зэки на улицах, вчерашние мобилизованные без ног из травмы войны — это очевидные последствия того ужаса, который устроил режим Владимира Путина. Первые признаки этого будущего мы видим уже сейчас. Это «Изнанка» — программа об обратной стороне событий. Меня зовут Паша Борисов. Сегодня мы попытаемся представить, что светит России и после войны, и в самом ближайшем будущем. Поддержите нас лайком, ведь лайк — это лучшее оружие в борьбе с пропагандой здесь, в Ютубе. Евгений Пригожин на шаг впереди Минобороны. Его наемники и на фронте заметнее, и мобилизацию он начал раньше, еще летом. Правда, по-своему — в тюрьмах. Причем рекрутировал зэков Пригожин лично. Сам сидел, понимает публику. Заключенным обещали амнистию после полугода на фронте, при условии, что они останутся в живых, конечно. На новогодних каникулах как раз подошел срок для первых рекрутов, и Пригожин поспешил публично отчитаться. Вот пара десятков заключенных. Они отмотали срок на фронте, умудрились выжить в этой мясорубке и, как уверен путинский повар, искупили свою вину перед обществом. Личность этих товарищей довольно быстро установили журналисты. Знакомьтесь, Александр Суетов, 34 года, в 2020-м сел на 10 лет за серию разбоев. Грабил ювелирные магазины в Петербурге, вооружившись молотком. Учитывая любовь Пригожина к наказанию с помощью кувалды, я даже боюсь себе представить, чем Суетов занимался в этой банде наемников. К вопросу о деноцификации. На груди у него набита свастика. Теперь вот такой вот персонаж на свободе. А мог еще как минимум 8 лет не представлять угрозой для мирных граждан. Денис Кинев, 41 год. Получил 17 лет за разбойные нападения. Криминальный образ жизни он вел давно. Первая судимость, 99 год. Во время одного из разбоев убил человека. Дмитрий Каравайчик. Сидел по народной статье 228 за наркотики. Ветеринар по профессии. Торговец смертью по призванию. Варил и продавал амфетамин в промышленных масштабах и получил 17 лет тюрьмы. Сам Дмитрий говорит, что невиновен и наркотики ему подкинули. В прессе его называли русским Уолтером Уайтом из сериала «Во все тяжкие». Или вот Александр Сальмин. 34 года. Судим 4 раза. За самоволку, кражи и убийства. Сальмин жил в Пикалево. Это под Петербургом. Город стал символом кризиса 2008 года, когда из-за остановки завода там начались массовые протесты. В Пикалево работать, кроме как на заводе, негде. Но Сальмин и не работал. Предпочитал воровать у соседей. Они называют его страшным человеком. И этот субъект теперь не просто на свободе. У него медаль за отвагу. А вот Путин награждает такой же медалью наемника-вагнеровца Айка Гаспаряна. В 2020 ему дали 7 лет колонии строгого режима за разбойное нападение в Москве. А теперь награду из рук президента. Как это вообще может происходить, загадка. Напомню, в России по закону запрещены частные военные компании. Никакой Вагнер не имеет права нанимать людей и бросать их под бахмут умирать. Что уж говорить о зэках. Нет ни одного закона, который разрешал бы самопровозглашенному полевому командиру Пригожину освобождать заключенных по своему желанию. Да даже его визиты в колонию незаконны. Говорят, тюремщикам этот незваный гость крайне не нравится. Но ничего поделать они не могут. Пока Вагнер дает хоть какой-то результат на войне. Пригожину позволяется делать все что угодно. Осенью Совет Федерации попытался узаконить отправку зэков на фронт, чтобы после возвращения заключенного с войны вопрос о снисхождении к нему решал суд. Закон пока не приняли. А Пригожин уже подменяет собой и суд, и все остальные ветви власти. Он лично решает, кого освобождать из тюрем. И еще до отправки в зону боевых действий этим людям, судя по всему, секретными приказами дают помилование. То есть даже если зэки сбегут с фронта и смогут избежать кувалды? Все, они свободные люди. Просто потому, что Евгений Пригожин так решил. Для ЧВК Вагнер никакие законы не писаны. За проступки наемников расстреливают или казнят кувалдой. Ну это за что-то серьезное. А так просто ногу прострелят или отправят на задание, откуда живым не выбраться. Ходят слухи про снятие кожи живьем. Но это уже совсем что-то запредельное, да и доказательств нет. Ни к чему хорошему это не приведет. В 2022 в России зафиксировали рост дел против сторонников АУЕ. Так называют тех, кто на воле живет по тюремным законам. Новая версия блатного сообщества. Это конечно просто следствие репрессий. А реальный рост преступности начнется позже, когда вагнеровские урки вернутся домой, убежденные, что закон в России больше не действует. И это уже происходит. Бывшие СВОшники не раз и не два попадали в криминальную хронику. Всем им нужна послевоенная психологическая помощь. Но правительство считает, что такие траты это лишнее. Пусть убивают и на гражданке. Ну и кто тут враг народа? Неужели Путин не понимает, что ему самому невыгодны бывшие зэки на улицах? Люди с опытом войны, умеющие только убивать и воровать, это куда хуже, чем чеченские или афганские ветераны, сколотившие не одну банду в лихих 90-х. Я крайне сомневаюсь, что он вообще об этом думает. Какой был план изначально, давно известно. Взять Киев за считанные дни, заменить Зеленского на марионетку типа Медведчука или Януковича и надеяться, что коллективный запад не станет встревать, как это было с Крымом или войной в Донбассе. Самонадеянность, тотальное воровство и полное непонимание ситуации в Украине привели к тому, что Россия по уши увязла в войне. Ее цели никому не понятны. Вот этот вот откровенный террор на Новый год, у него какая задача? Напугать украинцев? Так они не пугаются. А солдаты на фронте, наоборот, будут только яростнее сражаться после ударов по родным городам. Нам давно со всех сторон говорят, что Путина обманывают и он не знает реальную ситуацию. Вполне верю, если бы он знал, как обстоят дела в армии, то никогда бы не начал эту войну. Он же не безумец. Хотя и это уже под вопросом. Вашингтон пост пишет, что сначала войны изменилось не так много. Новости с фронта он узнает по довольно длинной цепочке. Сначала военные командиры передают сведения силовикам из ФСБ. Те редактируют информацию и отдают ее наверх. Совбез. Дальше сводки читает лично секретарь Совбеза Николай Патрушев. И только потом докладывает Путину. Напомню. Патрушев, по данным Нью-Йорк Таймс, в разговорах с американскими коллегами бахвалился, что Россия вернулась на мировую арену и ее армия сильна как никогда. Получается, врут в этой цепочке на всех уровнях. А главное вранье – это убеждение, что на кону в войне стоит само существование России. Пропаганда пытается нам вдолбить, что если армия отступит, то это все. Конец. Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота на нашей стороне. Но давайте на минутку представим, что случится, если Россия выведет войска и отойдет хотя бы на границе до 24 февраля. Оставим вопрос Крыма и Донецка с Луганском за скобками. В конце концов, в начале войны Украина вполне была готова к такому сценарию. В этом случае война просто закончится. Россияне и украинцы перестанут умирать. На Москву наступление не начнется. Захватнические войны в Европе никто, кроме России, не ведет. У Украины на это нет ни ресурсов, ни желания. О сказке про войну с НАТО оставьте пропаганде. И нельзя забывать про ядерное оружие. Это будет как раз вполне легитимный повод его применить, ровно как и написано у нас в доктрине – для защиты своей территории. А оккупированные земли Украины даже Кремль своими не считает, несмотря на референдумы. И устраивать ради них на планете ядерную зиму Путин вряд ли станет. Такое окончание войны действительно будет концом. Только не для России, а для путинского режима. Недовольны им будут вообще все. И Z-патриоты, им нужна победа с охватом Киева, как бы безумно это ни звучало. И обычные россияне. Им непонятно, ради чего такие лишения и переживания. А солдатские матери и жены просто проклянут Путина до седьмого колена. Можно однозначно ждать усиления репрессий. Надо же найти виноватых. И Кремль бросит все силы на поиски мнимых шпионов и врагов. И, конечно, придет за теми, кто войну поддерживал. Смотрите сами. Обыски у нацболов за баннер с надписью «Куколды» в адрес Минобороны – это уже реальность. Признавать себя виноватыми не в традициях этого режима. Минобороны даже вину за смерть мобилизованных в Макеевке скинуло на самих мобилизованных, а не на командиров, которые их так кучно поселили в зоне действия хаймарсов. Пошли разговоры про лишение гражданства за антивоенную позицию. Начались выдуманные уголовные дела против меценатов за поддержку оппозиции. Можно ждать экономического обвала. Хотя, чего его ждать? Он уже идет в полный рост. Россия продает нефть только со скидкой за токсичность. А от газа Европа отказывается. За год мы не досчитались 6% ВВП. Был прогноз на трехпроцентный рост, а завершили трехпроцентным падением. Это 9 триллионов рублей. Столько же государство тратит за 6 лет на медицину и за 7 на образование. И столько же оно планирует потратить в этом году на войну и силовиков. Так что падаем в яму еще глубже. Приоритет – война до последнего россиянина. Об экономическом будущем лучше спрашивать бизнесменов. И они крайне пессимистичны. Только треть топ-менеджеров и запроса коммерсанта верят в восстановление через 2 года. А половина считает, что раньше 2027-го мы не оправимся. И, конечно, можно ждать передела сфер влияния. Поражение – это слабость режима. А слабостью воспользуются все подряд. От Пригожина до миллиардеров. Им точно хочется вернуться к довоенным и досанкционным реалиям. А это половина списков Forbes. Война им ничего, кроме убытков, не принесла. И не дай бог в этом переделе власти победит Пригожин. Тогда 90-е нам раем покажутся. Зэки с военным опытом и безногие ветераны, озлобленные на всех вокруг. Еще больше репрессий и стремительное падение экономики. Крах Путина и борьба за власть. Все это нам предстоит в перспективе. А чего ждать уже сейчас? Изнанка не раз говорила – новая волна мобилизации не за горами. И теперь мы подобрались к этому моменту как никогда близко. Лучший индикатор государственной лжи – это Дмитрий Песков. На днях он назвал «уткой информационной диверсией» слухи о закрытии границ для военнообязанных. Он и за две недели до мобилизации говорил, что она не потребуется. И перед началом войны уверял, что планы нападения на Украину – это все выдумки Запада. Так что охотно не верим. Больше всего слухов о мобилизации в России приходят из Украины. Под Новый год сначала шеф военной разведки Украины Кирилл Буданов, а затем и глава Минобороны Алексей Резников прогнозировали закрытие границ России в начале января. Тогда же в ежедневной сводке ВСУ сообщили, что в крымских военкоматах уже сформировали списки будущих мобилизованных. 3 января о новых мобилизационных процессах упомянул и Владимир Зеленский. А через несколько дней уже глава эстонской разведки подтвердил – новой волне мобилизации в России быть. По информации его украинских коллег, привлечь на фронт планируется на этот раз еще 500 тысяч человек. Все это соответствует слухам, которые циркулируют по телеграм-каналам всю осень. Полмиллиона в январе. «Зачем это нужно Кремлю», – объяснил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес. «Новые люди в окопах позволят России потянуть время, пока не появится возможность для наступления. Или пока Запад не откажется от поддержки Украины. В Кремле до сих пор верят, что это возможно». Спустя почти год после начала этой бессмысленной войны я легко могу поверить, что Путин готов бросить на верную смерть полмиллиона человек ради таких вот эфемерных целей. До изнанки тоже докатываются слухи. И о том, что регионы уже получили все предписания по новой мобилизации, а теперь просто ждут отмашку. И о том, что 16 января в России введут некое подобие военного положения. После этого для мужчин разной степени годности к службе выезд из страны закроется. Еще один сигнал – унизительная отставка генерала Сергея Суровикина с поста командующего войной. Человека, который запомнился только сдачей Херсона, заменит начальник генштаба Валерий Герасимов. Тот самый, которого последними словами кроют наемники Пригожина. «Начальнику генерального штаба, ты чёрт». Минобороны объясняет такую рокировку расширением масштаба решаемых задач, а также необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск. Чем не подготовка к новому набору мобилизованных? Одно можно сказать точно. Такого количества похожих слухов из разных источников на пустом месте не бывает. Путин не собирается останавливаться и продолжает нести смерть и украинцам, и россиянам. Но во имя чего, кажется, даже он сам уже не знает. Давайте подводить итоги. Какой именно будет Россия после войны, предсказать сложно. Я не Ванга, и верить предсказателям вам тоже не советую. Одно точно ясно – Россия никуда не денется, и её существованию никто не угрожает. Кроме путинского режима. Именно он ведёт россиян к катастрофе. Когда в государстве не действует закон, со временем полностью разваливается и государственная система. И чем дольше идёт война, тем ближе к этому наша страна. Меня зовут Паша Борисов. Это «Изнанка» – программа об обратной стороне событий. Подписывайтесь на канал Ходорковский Лайв, чтобы не пропускать выпуски и смотреть другие наши программы. А ещё обязательно перешлите это видео тем, кто боится поражения России. До новых встреч!